Александра Хайрулина, Роман Шахов и наша чудесная Костья. Друзья, приветствуйте! У нас в гостях Людмила Соколова. Привет, Людмила! Лёдочка! Можно примерить шляпку в день. Очень красивый шляпочный будет. Я могу предложить зрителю и слушать руку. В общем, очень насыщенный график у нашей гости, надо сказать. Сейчас бесконечное количество съёмок и так далее. Поэтому визит сегодня немножко в такое время, которое мы подобрали, смогли его каким-то образом вытаривать, уговорить. Да, и пригласить Люду. Во-первых, поговорить есть о чём, естественно. Ну и во-вторых, нужно послушать новую песню с очень интригующим названием «Люда хочет войти». Людочка, разумеется, сразу вопрос. Повлияло ли как-то на то творчество песни «Вите надо выйти»? Ну, конечно же, я сестра этой песни. Просто мне на самом деле нравилось. И между нами тает лёд, и «Вите надо выйти». Есть в этом что-то такое, что не обязывает абсолютно ни к чему. Просто лёгкость, какая-то такая беззаботная жизни и весело. Вот. Мне хотелось тоже, чтобы у меня такая хотя бы раз в жизни была песня, где бы было легко, весело и хорошо. Понятно, что в этой песне я себе не соответствую по тексту. То есть мой характер абсолютно другой. Но что касается текста самого, честно, когда я услышала его, я хохотала в голос, я просто под столом хохотала. Скажи, пожалуйста, как дети прокомментировали вот это произведение? Дети смеялись. С юмором восприняли. Они меня очень любят юмор. И вообще я тоже любительница похохотать. Поэтому для меня эта песня — это некий отдых вообще в моей карьере. Потому что, ну, лёгкость. И на сцене, опять-таки. Да, конечно. Я устала от каких-то, если сложных произведений, нужно передохнуть. Ну, а потом, вы знаете, ещё не было такой песни, которая посвящена людям. Светлане было, Наташе было, вот Роме даже было. Вот всем почти, но вот люди нет. Я решила сама исполнить, в конце концов. Да, для себя любимую. Слушайте, ну, оригинальный текст песни Люси, наверное, только. Там же про женщину было. Ну, это чуть-чуть такая интерпретация. Там тем более больше про собачку. Люси тебя называют Алла Борисовна Пугачёва. Да, она называет так почему-то. Ну, как-то, наверное, связано как с Людмилой Гурченко. Не знаю, умышительно ласкательное имя по отношению ко мне, видимо, от Аллы Борисовны. Но что касается вот имя Люда, мне хотелось поддержать всех люд нашей страны. Их оказалось очень много, очень много. Потому что отзывов много. В клубах абсолютно уже по всей стране крутится эта песня. Она опередила даже радиостанции немного. И люди танцуют, люди поют, изображают что-то. В общем, всем хорошо. Ну, самое главное, что тебе она очень нравится. У тебя про все эти глаза. Нравится, нравится. Мне весело. Ну, тогда следующий вопрос будет, ли клип на неё готовишь ли ты что-то интересное. Уже мы всё сняли. И вот на днях буквально. Слушай, ну, по-моему, на сайте у тебя уже есть народные клипы. Народные есть, да. Посвященные нашей замечательной Людмиле Гурченко, Людмиле Марковне Гурченко. Я её обожаю. Замечательная актриса. Ну, здесь можно долго говорить о ней. Можно просто целый день рассказывать. Кстати, об имени. Тебя в честь кого-то назвали? Нет, просто папа пришёл в роддом и спросил, ну, как там наша Люся? Я думаю, что Алла Борисовна считывает где-то интуитивно и называет меня Люсей. Хотя она единственный человек, который вот называет меня таким именем. Обычно Людочка, как-то ещё Людонька, Люсенька, но вот Люся ещё не было. Люся, Людочка, Людонька. Людмила Соковула у нас сегодня в гостях на телерадиоканале «Страна-ФМ». Люда хочет войти. Мы обязательно послушаем эту песню, узнаем всё-таки, куда она собирается войти, зачем она хочет это сделать. Где, да, эта дверь, куда она ведёт. Ну и куда в ближайшие дни будет также, Людмила, заходите во всём подробностей в ближайшее время. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Страна-ФМ». Мы очень скоро продолжим. Луна убывает, такое бывает. Я иду стричься, меня убивают, И замки стреляют в левую мышцу, И не попадают, что тоже бывает. Сбиты прицелы, и я улыбаюсь, Живу и не старюсь. Четырнадцать целых лет. До свидания! Я, мой любимый город, Я почти попала в хроники твои. Ожидания! Самый скучный повод, Нам с тобой так мало, Надо для двоих. Потухли все звёзды, Совсем от мороза, Все потемнели, Пожухли те розы, Вызвали слёзы, И надоели, Ненужная проза, Из-за мороза. Будет ли белой, Будет ли белой, А я улыбаюсь, Живу и стараюсь, И волосы целые. До свидания, мой любимый город, Я почти попала, Хроники твои. Хроники твои. Ожидания! Самый скучный повод, Нам с тобой так мало, Надо для двоих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, сегодня у нас свидание с прекрасным Людмила Соколова в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Куда же Люда хочет войти? Мы об этом узнаем чуть позже. Но пока... Послушаем обязательно новую песню, Люда. А сейчас хотим поинтересоваться о новом проекте, который в скором времени стартует на Первом канале, где принимает участие Людмила. Да. Дожду, не дождусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сыграю гордо и хочется уже начать играть. Ну, на самом деле, я была в проекте «Голос», в проекте «Точь-в-точь» на Первом канале. Представительное участие у тебя, конечно, друмочка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаете, чему рада? Наконец-то я буду в своем собственном амплуа. Понятно, что не буду исполнять свои песни, так как формат этой программы не предусматривает исполнение собственных песен. Да, это в основном шансон, так называемая, народная песня. Да, в основном это репертуар Григория Лепса, Алла Борисовна Пугачевой. Ну, слушай, Алла Борисовна Пугачева там, по-моему... Ну, да, но не все, к сожалению. То есть берется что-то очень близкое. Трех счастливых дней не будет? Скорее всего, нет. Но кое-что будет из Аллы Борисовны, да. Вот много всего будет, много сюрпризов. Я уже заранее знаю, что я буду исполнять. И я счастлива тому, что у меня будут очень мощные песни. Наконец-то я там раскроюсь. Хорошо то, что никак в «Точь» мы не делаем гримов. Меня узнают, я со своими... Никакой бороды не будет. Да, бороды не будет. В этот раз нет. У Сав тоже. Ну, пытались мы вот узнать, кто же там в жюри будет находиться, кто из участников, но... Ну, не секрет, что ведь уже была первая программа у нас была, и первый выпуск, я имею в виду, полтора года назад. Ну, где-то так, да. Да, ведущий Аверин, он бессменный ведущий. Максим Аверин. Он и остается. Все остальное остается в секрете. Ждем. Ну, подробности впереди, да? Следите за анонсами телеканала. Когда стартует проект, примерно, да. Завтра начинаются репетиции генеральные, и стартует проект осенью. Ну, безусловно, победить хочется, да, Лёва? Я надеюсь. Чувствуешь в себе силу, уверенность? Я надеюсь. Вот вы знаете, как я вышла, когда в проект «Голос» и на поворот кресел. Я помню, как я волновалась, хотя уже долгая практика на сцене, но все равно волнения было, потому что проект такой мощный, и какое-то глобальное такое ощущение, как будто тебя смотрит весь мир. Но у меня было полное ощущение, что ко мне повернутся все, абсолютно. Вот у меня сейчас такая есть уверенность 80-процентная, что я где-то близка к финалу в трех аккордах и, наверное, к победе. Мне так кажется. Слушай. Вот ты сказала, что, Рома, извини, пожалуйста, что ты собираешься, наконец-то, быть самой собой и представлять именно себя. Да, и петь своим голосом, своим тембром. Вот своим тембром и своим голосом. Ну, он же у тебя такой богатый, он у тебя такой разнообразный, и способности твои просто невероятны, мы это слышим, и в твоих песнях, в различных дуэтах, в твоих проектах, где ты участвуешь. Я думала, не все слышат. Все, я тебя уверяю, все абсолютно. Ну, хорошо, спасибо. Ну, так а здесь-то все-таки ты будешь чем-то удивлять или нет? Я думаю, что да, потому что придется петь не только на русском языке, потому что шансон — это вообще же не русское слово. Ну, у тебя шесть в запасе, да? Ну, да, да. Вот на них, на всех милых я и спою чувствую. Какая прелесть. Испанский будет? Вот по поводу испанского сомневаюсь, потому что все-таки шансон на испанском, значит, французский, да, русский. Французский будет обязательно. У одних больше снега, у других больше солнца. Кто альфа, кто омега, до кого вообще не дотронуться. Мы все такие разные, и всем везет по-своему. Кто добрый, кто опасный, каждый на свое настроение. Одним везет в финансах, а другим с подругами. Вот что длиннее у африканцев. Нет, не то, что вы подумали. Лето, больше танцев, больше шансов. Лето, чтобы не африканцев. Лето, ярче солнце, ярче фотки. Лето, что короче на чекотке. Лето! Народу больше у китайцев, Больше сакур у японцев. У кого-то больше яхты, У кого-то ярче солнце. Как бы дано писать картины, Прямо штабах планетарных. А то всю жизнь крутил по стримке, Стал диджеем популярным. Все стали диджея горячее, С концертами и клубами. Что длиннее у диджея? Нет, не то, что вы подумали. Лето, больше танцев, Больше шансов. Лето, что длиннее у африканцев. Лето, ярче солнце, ярче фотки. Лето, что короче. Короче, жил был один чувак, Доморощенный, тощий в очках, Ко всему прочему. Успехов женщин ему не прочили, Называли ммм, поставим прочерк. И вдруг в его скучной ленте, Сафари на другом континенте, А у туземных леди надо заметить, Худые, бледные, в тренде. Дает лед в бокале бренди, Шагает лето, забрав все передни, А он живет, как заправский ДНД, Крутит романы с каждой третьей. По саваннам теперь водит дуры, Выглядит круче Эльц-Авентуры. Накачал себе мускулатуры, Стал у туземцев министром культуры. Одним везет финансы, А другим с подругами. Вот что длиннее у африканцев. Нет, не то что вы подумали. Лето, больше танцев, Больше шансов, лето. Что длиннее у африканцев. Лето, больше, Гарче солнце, гарче водки. Лето, что короче на чуковке. Лето! Практически за неделю до лета, дорогие друзья, к нам пришла в гости Людмила Соколова. Я надеюсь, что природа оценит, и лето все-таки придет. И спросим у Людочки, как ты думаешь, лето все-таки будет? Нет, вот как-то страшные прогнозы звучат. Вообще мне нравится весна. И особенно нравится женская весна. Да, вот в этой песне, которую я пою. Да, я могу ее петь круглогодично. Песня женская весна абсолютно. На меня не влияет это лето, осень. Хотя я очень люблю осень. Это мое одно из любимых времен. Но ты родилась осенью. Да, но не потому, что я родилась. Просто там как-то спокойно, что ли. Есть куда спрятаться. Поэтическое время. Хорошо, да, и как-то просто приятно. Но при этом на душе всегда весна, судя по тому, что любишь эту песню. Да, летом это обязательно море. Даже если я не там и не еду на море, у меня все равно в голове море шумит. Для меня это состояние отдыха. Ну, я надеюсь, что оно случится уже наконец-то. Все артисты ждут, все люди ждут. Вот какой-то жары. Хотя бы расслабиться немножко. Ну и хотя бы снять, конечно. Уже куртки, пиджаки. Да, сейчас мы превратимся. И шляпу заменить на панаму. Да, я моя панама. Да, Лимочка, мы тебя хотели очень попросить рассказать нам о твоем агентстве талантов, которое уже функционирует каким-то образом, но впереди большие и очень серьезные планы. Началась эта идея еще лет так пять назад, когда певице Рак Диханиевой было всего лишь девять лет. Мне позвонили, и я подумала, не сделает ли мне агентство талантов, что-то вроде школы вокальной. И мне позвонили родители этой девочки и попросили меня приехать послушать ребенка, так как никто не хотел ей помочь. Так получилось, что я ребенком занималась несколько лет. Она у нас победитель, вышла в финалистке шоу «Детский голос», «Голос дети». И она была на новой волне, на детской. Она уже спела со всеми звездами, и без нее концерты просто не состоятся, потому что люди сдают билеты, когда Рак Дихани выступает на концертах. Особенно, когда она едет с концептом «Голос дети». Очень яркий ребенок, и для меня это своего рода эксперимент, с которого все и началось. Потом больше, и вот совсем недавно я в соцсетях объявила благотворительные уроки вокала, где я показывала с помощью маппетов, которых я очень люблю, потому что однажды я была в шоу маппетов. И для меня это некое возвращение в детство. То есть я попробовала все эти идеи объединить. То есть ты видела Кермита? Ну да. Я решила, что нужно вот как-то какими-то доступными способами показать людям просто, чтобы они попробовали без денег позаниматься. Не каждый же может заплатить. Конечно. И даже многие не могут этого сделать себе позволить. Поэтому буквально после трех уроков у меня появились люди, которые стали выполнять задания, которые я давала в соцсетях. И вот на данный момент времени у меня есть уже четыре замечательных певицы. Буквально за полтора месяца, вот такой короткий срок я нашла уникальные голоса. Я думаю, что они обязательно попадут в большие проекты, и в частности в проект «Голос». Это их возьмут все? Нет, это уже взрослые люди, которые всю жизнь жили и надеялись, что их мечта сбудется. Что кто-то их заметит обязательно. Да, вот так получилось, что заметила их я. То есть агентство талантов, вот они уже там, да, получается? Ну, пока это еще без здания, но здание обязательно будет. Где-то через полгодика мы делаем в здании ремонт. И очень хочется, чтобы это было одновременно все. И студия звукозаписи, и вокальные занятия, и выступления на сцене. Там будут не только вокалисты, там будут танцоры. Мы будем выбирать лучших из лучших, и потом лучшие. Самое главное – это цель. Будут цирковые, будут много-много актеры. Цель какая? Чтобы в конце концов сделать огромное шоу. Я всегда ориентировалась на шоу Дэвида Фостера в Америке. У Дэвида Фостера это шоу без танцев, это просто оркестр и классные нереальные вокалисты. Но для меня этого мало. Мне нужно развернуться, чтобы было все. Как вот в цирке Дю Салей, как вот Селин Дион работала с цирком Дю Салей. Мне хочется такого же проекта, глобального, большого, очень яркого, интересного. Может быть, даже телевизионного. И если это получится совместить и концертный зал, и телевидение, было бы очень здорово, чтобы это было ежегодным традиционным шоу. В общем, это Академия искусств такая, получается, Людмила Сахалова. Ну, это громкие названия. И даже, может быть, громкое название «Продюсерский центр» хочется сделать что-то такое, чтобы не так громко звучало, потому что я не люблю какие-то регалии, медали вешать. Но ты же знаешь, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Да, постараемся назвать хорошо. Себя ты видишь в этом шоу? Ты будешь как-то образы там присутствуют? Конечно, я все как бы хочется так вот объединить в одно целое. Ну, я бы не сказала, что хочется там вот быть яркой звездой. Мне просто хочется, чтобы я радовалась тому, что происходит вокруг меня. Потому что я то, что сейчас вот происходит с этими девочками, которые поют, для меня это, вы не представляете, какая радость. Потому что мне кажется, что это я сама вот пою, и мне помогают, и я радуюсь вот тому, что происходит. Об этом можно долго говорить, но это состояние какой-то эйфории, какого-то кайфа. Потому что мне нравится, когда есть результат. Я думаю, что всем, кто этим занимается... Красивая очень мечта, цель пусть обязательно исполнится. Но я думаю, что это уже не за горами, это вот уже рядом. Дай бог. Твои, твои мальчики и девочки, твои дети будут принимать все участие? Мои дети поют уже давно, но я к ним очень строго отношусь. И вот, например, даже... Ты занимаешься им? Я им подсказываю. Со стороны детей даже была некая ревность. В свое время, когда я занималась маленькой девочкой Рагдой, но Рагда очень мощная певица, и мне нужно было просто ей немножко дать для того, чтобы она пошла дальше. Чуть-чуть ей помочь. Как бывает, там, ну, вот подтолкнуть немножко, и она уже поплыла. Потому что вот такой талантливый ребенок. А с детьми, со своими, я очень строго себя веду. То есть я всегда говорю, что нужно соответствовать, ставить высокую планку. Когда мне очень понравится, тогда я вас похвалю. Детям, конечно, приходится не сладко, но, вы знаете, они достигают результатов, и я за них рада. Совсем недавно мой средний сын Александр пел в дуэте со своим другом. Думаю, 17 лет. Да, они приезжали в Москву, я делала им концерт уже от благотворительного агентства. Ну, а Вадим поет в церковном хоре, да? Да, Вадим поет уже давно в церковном хоре. Он закончил Нижегородскую духовную семинарию. Я очень рада, что он выбрал такой путь, потому что этот путь мне знаком с детства. Бабушка и дедушка мои были очень верующими. Они привили и мне веру в Бога и моему старшему сыну. И я рада, что у меня есть вот такой ребенок, такой какой-то кроткий, очень интересный, но при этом, ну, мега талантливый ребенок. Который при этом всегда будет молиться за весь род, за всю семью, за маму, за семью братьев. Я могу даже распактить, но я сдерживаюсь. Людмила Соколова, друзья, у нас сегодня в гостях телерадиоканал «Страна Эфе». Впереди у нас очень скоро будет премьера песни «Люда хочет войти». Так что обязательно оставайтесь в нашей компании. Слушай, смотри «Страна Эфе». Ни одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется, а ты посмотри, ночь на горящие окна, окна, окна. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго. Хочется долго с тобой говорить и целовать тебя долго. Долго, долго, долго. Хочется долго с тобой говорить И целовать тебя долго, долго, долго Долго Хочется долго с тобой говорить И целовать Только когда я смотрю на тебя Чувствую, кто-то на небе Нашу судьбу словно свитер связал Две нитки, чтоб было теплее Вот собираются ниточки в ряд Словно на улице окна, окна, окна Хочется долго с тобой не молчать И целовать тебя долго, долго Долго Хочется долго с тобой не молчать И целовать тебя долго, долго, долго Долго Хочется долго с тобой не молчать И целовать долго Долго ли, коротко ли, дорогие друзья, мы вернулись в студию Людмила Соколова сегодня в гостях в телерадиоканале «Страна Айфм» И Людочка, дело в том, что думает, что многие не знают, что в этой песне из группы «Любая» с Николаем Расторгуевым Именно она поет, мы вот, друзья, если вдруг действительно Вкрываем ваши глаза Пиздая девочка, поет песню долго Да, что все-таки это Людмила Соколова Да, очень нежно, проникновенно, трогательно, конечно, там нет этого рока Тины Тернера Да, но сложно было сдерживать звук вообще Честно говоря, когда у меня в проекте «Точи-точи» тоже была возможность Попробовать быть в образе Овсиенко Мне тоже было очень тяжело, я вам честно скажу Потому что, когда вот ты привык на мощенок какой-то петь уже на таком драйве Очень сложно спуститься до уровня такого тоненького, какого-то светлого голосочка Тяжело Это вызов такой определенный творческий Самой себе причем-то Да А вот в этой песне, скажи, настаивал кто? Игорь Матвиенко на том, чтобы именно такой должна быть там Люда Соколова? Ну, во-первых, это песня, которая ранее исполнялась Николаем Расторгуевым Это вообще в его амплуа абсолютно нормально, вот так, чтобы звучала песня Ну, мы знаем, как Николай может кричать «Ас-ас!» Может, конечно Но вот в последнее время у него такие лирические очень песни И мне, конечно, они нравятся Ему очень идет, просто страшно идет А мне захотелось немножко причаститься к этой песне И вообще просто к этому стилю Ну, как бы, такой вот эксперимент Скажи, если... Ну, великолепная песня, правда, очень любимая В шумных песнях, например, что-то из «Кормухины» тебе как? Что-то из «Кормухины» мне хорошо Да, она любит очень много «Кормухины» Мне очень хорошо, да Да, я ее очень давно знаю, Олю, уже много-много лет И для меня весь ее репертуар очень близок мне Потому что у нас одна школа вокальная, поп-роковая, блюзовая А потом у нас любимые певицы, похожие у нас Брайан Адамс, Тина Тернера Наши любимые певицы Люд, но ты же заканчивала музыкальную школу Музыкальную школу А дальше у тебя был лингвистический институт Университет, да Вот, ну, то есть, получается, высшего образования музыкального у тебя нет? Нет Тебе достаточно было получить в музыкальной школе? Все от природы, в основном Я занималась немного вокалом у оперных вокалистов Это было очень давно, лет 25 назад Ну, мне уже сейчас в таком преклонном возрасте Ну, вот Да, я часто люблю шутить, а даже на голосе, когда вышло, говорю Ощущение, что... Мне 24, да Да, мне 24 года Я вообще там забыла, как меня зовут Такое было какое-то состояние странное Ты сама себя делала Ты просто училась на том, что ты слушала, слушала бесконечно Да, благодаря родителям, прародителям У меня такой вот очень тонкий слух Я этим не то чтобы хвалюсь, а просто говорю, констатирую факт Он действительно тонкий, он действительно тонкий, я слышу каждый нюанс, я могу угадать, кто поет Если очень тихо звучит музыка, я еду где-то в автомобиле, ну практически вот можно догадаться, я по согласному могу догадаться, кто эту песню исполняет, до какой степени тонко воспринимаю звуки Я очень рада этому и всегда благодарю вселенную за то, что вот мне дан такой дар Развить можно его как-то, скажи, пожалуйста Ну, совсем вот так развить, все равно это природа Но развить слух и правильное, интересное, красивое пение можно Но каждому дано какое-то количество времени, чтобы этим заниматься и достичь успеха Есть люди, которые могут понимать с полуслова, что нужно делать А есть, которые долго, нудно обучаются Ну, все зависит от терпения, конечно И можно обучиться Вот, знаете, даже вот у меня был такой интересный такой эксперимент был в этих благотворительных уроках вокала Я когда стала давать упражнения, конечно, они скучные, конечно И мне пишут, ну давайте уже петь, ну сколько можно вот этими дыхательными упражнениями Четь в стени на английском, какие-то упражнения, собачка Кому они нужны, давайте петь Потому что, ну, конечно Нам же завтра в караоке надо уже блистать Да, уже, да, но они же уже готовы прям вот два дня и уже пошли петь Нет, такого не бывает Либо человек учится и имеет терпение, так же, как в танцах Я сейчас вот готовлю танцевальную программу Да Да, и для меня это непросто Потому что в связи... Поподробнее здесь А новая песня А новая песня в связи У меня будет вообще огромный блок танцевальной программы Где я должна буду танцевать Ну, если честно, хочется немножечко поговорить прям буквально два слова О Мадонне, о Кайли Минок Это то, куда я равняюсь в танцах Вот, то есть для меня это высокая планка Это просто нереальные танцовщицы И каждый раз, когда я прихожу на танцевальный ринг И что-то пытаюсь сделать или просто на репетицию Я каждый раз мысленно ставлю памятник этим певицам Скажи, пожалуйста, Люд, но есть же информация, что ты собираешься читать рэп? Есть Ну-ка, об этом давай Я еще это не пробовала Я дома только Пока пыталась, да Но я думаю, что это случится обязательно Потому что у меня была мысль с Джак Халипом сделать что-то такое крутое Но у нас Джак Халип пока еще находится в таком состоянии Ну, где-то на топе-топе он находится Когда они пишут альбомы, такие люди, они все там в этих альбомах Ну, так же, как и мы Поэтому я... Мы пока его не тормошим Но очень хочется с ним однажды исполнить какой-то красивый дуэт Может, это будет ломбическая история Может быть, я что-то прочитаю Может, меня наградят посмертно Или мы еще ждем дуэт с Александром Ивановым тоже, по-моему Ждем, ждем, ждем Мы с ним договаривались Просто сейчас вот летний период, это немножко не... Период не рабочий Поэтому многие уезжают на отдых У кого-то свои какие-то планы Думаю, что мы обязательно осенью или где-то в конце лета приступим к этому дуэту Люд, тебе наши музыкальные вузы Страны не предлагали поработать у себя преподавателем? Меня очень многие спрашивали, не преподаю ли я Но, знаете, вот когда вопрос о преподавании Как таковой, когда я заканчивала ИНЯС и всего лишь музыкальную школу Мне очень тяжело на это соглашаться Я всегда говорю, я помогаю И это правда Я помогаю просто так И, конечно же, сейчас будет вся страна хотеть, чтобы я просто так помогла Но я решила что сделать? Записывать такие некие уроки, мастер-классы И выкладывать интернет Где бы я могла бы это демонстрировать уже в всей стране Да, чтобы они могли это слушать, внимать И, в общем-то, не тратясь абсолютно ничем Только своим вниманием Они могли бы вот таким образом обучаться Ну, спасибо и на этом, что называется Хорошо, это очень... Подписывайтесь на Инстаграм Людмилы Соколовой И будете хорошо петь А может быть, даже потом и хорошо танцевать А также на контакт, в фейсбук и заглядывайте в ютюб Сама, кстати, ведешь в социальные сети? Да, сама, сама веду Быстро отвечаешь Друзья, друзья, друзья Очень скоро мы уже наконец-то послушаем песню Люда хочет войти Новую песню Людмилы Соколовой Но прежде послушаем семейную пару чудесных артистов Которых, я знаю, тоже уважает Люда очень-очень Ольга Кормухина, Алексей Белов Телерадиоканал Страна.ФМ Будьте с нами Говори, не молчи Я с треском провалился И в падении завис Я своего добился И стрелки компаса смотрят вниз Я знаю, я не волшебник И даже не учусь Но нет в одном сомнении Что я без тебя сорвусь Говори, не молчи Для меня твои слова спасения Я хватаюсь за них в падении Говори, не молчи Говори, не молчи Я еще тебя могу услышать Мое сердце с тобой удышит Говори, не молчи Застыв отцепенений И силы нет кричать И это, к сожалению На тренажерах не накачать Иллюзии зажаты Почти забыв себя Я за чертой возврата Лишь об одном Прошу тебя Говори, не молчи Для меня твои слова спасения Я хватаюсь за них в падении Говори, не молчи Говори, не молчи Я еще тебя могу услышать Мое сердце с тобой удышит Говори, не молчи Говори, не молчи Я еще тебя могу услышать Мое сердце с тобой удышит Говори, не молчи Говори, не молчи Для меня твои слова спасения Я хватаюсь за них в падении Говори, не молчи Говори, не молчи Я еще тебя могу услышать Мое сердце с тобой удышит Говори, не молчи Друзья, заканчиваем помалкивать И напоминаем вам, что вы смотрите Вы слушаете телерадиоканал Страна ФМ Людмила Соколова Сегодня у нас в гостях Скоро послушаем новинку от Люды Она обожает латиноамериканскую музыку И испанскую музыку Но будет петь по-русски Танцевальную музыку представить Люда хочет войти Нам, кстати, Люда уже признала Что клип-то снят уже на эту песню Да, снят И будет очень смешной Юмористический клип Будет очень смешной Мы готовимся Пока уже вы посмотрите клип Который снял телерадиоканал Страна ФМ Наша творческая команда Сроки, да, так сказать Это сделать Но самое главное тогда В данном случае не смотреть А слушать Слушать, что же там происходит в песне Людочка, а тебя бы хотелось Сейчас какую-то правильную Такую настройку Услышать нашим Слушателям и зрителям Как правильно воспринять эту песню Чего ожидать Вообще хотела просто пожелать Людям жить Как в последний раз Потому что это очень здорово Это в состоянии Какого-то вот такого Не то чтобы напряжения А просто натянутой струны Когда ты делаешь что-то Самое лучшее в этом дне Когда ты ставишь Самую высокую планку Вообще всем нужно это стараться делать Потому что жизнь проходит очень быстро А хочется прожить ее красиво и здорово И чтобы качественно все происходило Вот этого качества я желаю всем в жизни Ну и конечно же Настройтесь на мою песню Хит лета Итак, внимание, внимание Людмила Соколова Люда хочет войти Громче приема Танцуют все Она на баре Переборщила Ты не стой у нее на пути Люда хочет войти Люда хочет войти Люда Не стой у нее на пути Люда хочет войти Люда хочет войти Люда 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 хочет войти, Люда хочет войти, Люда Ее с собой пленила тыкила И вот уже желание водоворот Кружит хоровод, балдеет народ Кайфует и Людмилу все прет и прет Она танцует без остановки Давно уже не действует дезодорант Упала в шпагат, харизма, талант Людмила уникальнейший экспонат Ты не стой у нее на пути Люда хочет войти, Люда хочет войти, Люда Не стой у нее на пути Люда хочет войти, Люда хочет войти, Люда 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 хочет войти, Люда 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 Друзья, в нашей рубрике «Свято место пусто не бывает» После того, как Витя вышла, Люда вошла Людмила Соколова только что здесь с новинкой в эфире «Страны ФН» Люда! Люда! Я хотела сказать, что буквально недавно выставлен в iTunes минус на эту песню Его можно скачать и под него можно петь И уже даже пришла сейчас идея, чтобы мы могли объявить некий конкурс в соцсетях Присылайте куда угодно на Facebook, ВКонтакте, на мою страницу, в Instagram, в Директ Куда хотите, присылайте спетую песню под минус Было бы очень здорово, если бы я услышала еще какие-то варианты от вас А если текст будут менять? Возможно, какие-то клипы, разумеется Текст будут менять, сейчас уже начинают Уже Ира там хочет войти, Оля и Таня Ну, все хотят, конечно Но в оригинале все-таки Люда Ну, во-первых, друзья, да, песню скачивайте Потому что на подходе лето На пляже что-то надо крутить Действительно, это прекрасная песня Спасибо Мы тебя поздравляем Спасибо огромное Мы, конечно, очень хотим увидеть, как можно скорее клип на эту песню Тем более, что ты сказала, что он очень смешной, забавный Мы такие вещи очень-очень любим Когда? Примерно Вот на днях Буквально вот, ну, может дня 3-4 и он будет Скажи, пожалуйста, вот такая же юморная стилистика, такая же ниточка продолжится в твоем творчестве? Очень хочется, чтобы продолжилось Вообще хочется, чтобы было легко Потому что я много пою драматических песен Они действительно красивые, очень мощные Но вот мы недавно разговаривали с Аллой Борисовной Пугачевой И она сказала Людочка, ты знаешь, мы и так все живем в драме каждый день Поэтому хочется чего-то такого Дари людям радость Чтобы мы просто отдохнули Поэтому если у тебя появятся веселые песни, я буду с тебя счастливой Вот так вот сказала Алл Борис Ну пусть исполнится пожелание, Алл Борисовна Твои все желания и мечты Очень хорошие, такие правильные, грамотные цели Пусть и папа тебе в этом поможет Оттуда сверху И вера твоя, и дети, и все твое доброе, и твое окружение И все мы с вами И поклонники, конечно Только у тебя очень-очень много Спросим еще, осенью будешь как-то отмечать день рождения? Ой, 45, баба ягодка опять Ну как-то вот что-то, да, может большой концерт, что-то такое Буду отмечать очень громко, наконец-то Я ни разу не отмечала свой день рождения Никогда ничего не праздновала Ну так получалось, то дети были маленькие, то некогда было А теперь вот хочется, хочется пригласить звезд Хочется, чтобы были очень интересные артисты В общем, к октябрю созреешь И все, обо всем нам расскажешь Показать новых исполнителей там же Ну и, пожалуйста, до этого или после Приходи к нам в программу «Концертный зал» Мы тебя очень и очень ждем Мы еще очень любим удачи Спасибо Людмила Соколова, большое спасибо До новых встреч, было здорово Танцуемся под новый хит Люда хочет войти Страна ФМ Все к лучшему